Заболело сердце Не заснуть всю ночь На любви своей гоню я дом и прочь Цветет сирень, душа поет Но сердце стонет, сердце ждет И снова кругом, ой, голова Когда встречаю я тебя, ох, да Когда встречаю я тебя, ох Я и я тебя Застучал весенний дождь в мое окно И с тобой одной я встречи жду давно Нет покоя мне от радостной любви В сад сиренью и сегодня, ой, приходи Цветет сирень, душа поет Но сердце стонет, сердце ждет И снова кругом, ой, голова Когда встречаю я тебя, ох, да Когда встречаю я тебя, ох, да Когда встречаю я тебя В токе все уже намокли от дождя Так хочу опять увидеть я тебя Вечер наступает И я в сад бегу И я в сад бегу По любви своей при встрече Я все скажу Цветет сирень, душа поет Но сердце стонет, сердце ждет И снова кругом, ой, голова Когда встречаю я тебя Цветет сирень, душа поет Но сердце стонет, сердце ждет И снова кругом, ой, голова Когда встречаю я тебя, ох, да Когда встречаю я тебя, ох, да Когда встречаю я тебя Спасибо Здравствуйте, уважаемые любители народного творчества Сегодня у нас в гостях, как всегда, гармонь, баян и хорошая, добрая песня Здравствуйте И пришел в гости сегодня к нам Очень своеобразный человек, удивительный человек Который знает, что такое сельская жизнь не понаслышке А который на себе все это испытал Который закончил потом техникум Попал в вооруженные силы Причем войска специального назначения ВДВ Вернулся И работает до сих пор экскаваторщиком То есть настоящий русский парень Это Эдуард Обухов Здравствуй, Эдуард Здравствуйте Мне тоже очень приятно сегодня вас видеть Ты знаешь, Эдуард Вот когда заводишь разговор о гармонии, о гармонистах С людьми любого возраста Они сразу вспоминают Николая Максимовича Вивчарука Плешивцева Ивана Антоновича Кузнецова И других-других-других гармонистов А вот среди современников они называют только две фамилии Это Эдуард Обухов и Виктор Холин Как тебе вот это? Вот я думаю, да Лет вот так вот 10-15 назад мы были молоды, как говорится А сейчас просто я уже сам знаю, что уже более молодые гармонисты начинают появляться То есть Наступать на пятки Да, начинают уже наступать на пятки, приходится шевелиться Вот это же И вот это же хорошо И приходится заниматься, приходится что-то придумывать Ну да То есть надо выглядеть лучше, надо звучать, надо более современные песни искать Пример собой подавать молодым гармонистам И поэтому мы с удовольствием послушали песню в твоем исполнении, которая прозвучала в Дворце Железнодорожников на одном из концертов Ты, как всегда, срываешь массу аплодисментов, тебя любят И нам хочется послушать тебя вот сейчас, здесь и сейчас, вживую, что-нибудь Вот сегодня, Геннадий Иванович, у меня как-то получилось так И Сергей Николаевич, тоже к вам обращаюсь, конечно же У меня сегодня на передаче какой-то цветник получается У меня все песни, ну, про цветы Про цветы Про весну Ну, это же хорошо И как бы вот, давайте попробуем спеть песню Цветет сирень Нет, про черемуху теперь Черемуху Возле дома нашего на краю села Белая черемуха Ой, пышно да расцвела Белая черемуха Ой, пышно да расцвела Милая, хорошая Как сама весна Эх, пышно да расцвела А свела черемуха Остала да не до сна Эх, па! Сердце к сердцу тянется Раннею весной Расцветет черемуха Постанет мир иной Расцветет черемуха Постанет мир иной Соловьи, соловушка Уснуть не дают На ветвях черемухи Когда утро поют Вдруг потянет дедушку До веток наломать Вдруг черемухи Посуждено страдать За любовь черемухи Посуждено страдать Облетит черемуха И весна пройдет А любовь сердечная Уснуть не дает А любовь сердечная Уснуть не дает Эх, па! Ну, как-то так вот Эдуард, расскажи, с чего начиналось Вот ты в семье же не один гармонист, наверное Ты же у кого-то учился, смотрел, инструмент был в семье Вот как это все начиналось? Ну вот, как обычно бывает Если отец играет на гармошке дома Значит, репертуар знает вся семья И включая и детей, и жену Старшую дочь тоже стала уже знать Мои все песни уже практически все вместе со мной Я репетирую и пою И так же вот и у меня в семье было Ну, собирались же гости, как-то друзья Отец был гармонистом Я не на улице убегал, а сидел, смотрел, как отец играет Хотя он никогда дома не репетировал почему-то У него никогда такого не было Потому что он плотно никогда не занимался гармошкой А у меня началось это В то время компьютеров не было И поэтому материал искать можно было только с телевизора Я ждал каждый раз передачу «Играя гармонь» с Заволокиным И какую-то песню я видел ее И тут же прям записывал, прям на ходу И вот так вот песни искал И вот одну из этих песен я как раз нашел Это еще в 90-х годах Про маму Меня, кстати, почему-то очень часто спрашивают А почему ты про маму никогда ничего не поешь? А у меня действительно в репертуаре никогда не было песни про маму Ни одной И вот тут я что-то вспомнил Буквально вот на последнем концерте Что есть у меня, оказывается, такая, в загашнике такая песня Про маму Сергей Николаевич мне ее так здорово подыграл на концерте И, в общем-то, зал, конечно, замер И слушали, в общем, интересно получилось Я думаю, мы сейчас ее с удовольствием послушаем Потому что лирические песни ты не часто поешь, но они у тебя получаются здорово Меня дорога к дому прикатила Как будто бы неведомая сила По рогу старому сыночка позвала Она рабочей пахнет пирогами Она крестьянской пахнет молоком И было счастье Было рядом с нами Да заплутало, заплутало Вдруг потом Ты помнишь, мама Рядом мы сидели Ты помнишь, мама Пели мы вдвоем И нам казалось Все, что недопели Мы обязательно Когда-нибудь споем Она рабочей Пахнет пирогами А на крестьянской Пахнет молоком И было счастье Было рядом с нами Да заплутало, заплутало Вдруг потом Да заплутало, заплутало А вдруг потом Вот такая Да, здорово Знаешь, вот в тебе чувствуется мощь такая мужская Вот харизма от него идет Вот поэтому я понимаю, почему его зрители любят Потому что вот у него все это по-настоящему То есть вот запросто сели, взяли Гармонь в руки, запели Песня, она всегда в голове По любому настроению А у него их много И даже бывает забудет слова Это вообще не страшно никак Но вот то, как он это преподносит Как он это исполняет Вот это вот стоит Дорогого Вы же понимаете, человек творческий Это очень Разнообразные люди Виталий Абрамович всегда говорил Что мы разнообразные Мы очень разные Вот хоть и с Витей мы живем В одном районе Витя это Холин, Виктор Да Ну, у него своя специфика исполнения У меня своя Даже одну и ту же песню, допустим, выучит два гармониста И все равно И вы по-разному Совершенно по-разному Потому что каждый гармонист, я считаю, он должен быть идентичен И каждый музыкант слышит музыку по-своему Хорошо, это вы все вот об искусстве, о гармонии, о высоком А на работе тебя, как относятся к тебе? Вот как к гармонисту, как к исполнителю? Все свадьбы, это твои? В Искатаве Ну, работа там Не все свадьбы, как Есть и свадьбы, и юбилеи, естественно, приглашают Ну, а на работе, на работе ты слесарь, и я слесарь Это я здесь То есть там в порядке правил Да, да, вот есть у нас такое, играет на гармошке Ну, играй, продолжай, когда надо, споешь, мы тебя попросим Ну, да Бывают там производственные праздники какие-нибудь, ну, вместе, естественно, отмечаем На праздниках, то есть, а на городских праздниках тоже принимаешь участие, да? Да, администрации тоже приглашают, и на День города, там, на Масленицу, бывает тоже, конечно, выступаем А вот Божьевский фестиваль или какие-то другие конкурсы, фестивали никогда не бывало? Нет, был, почему не был? Я даже на Грушинском фестивале два раза был, в Самару ездил, но это все по молодости было еще в то время Ну, ты уж не говори по молодости Не женатый был, я еще имею в виду И на Божьевском фестивале был Тоже один раз Люди знают, узнают тебя, да? Ну, знают, конечно Ну, вот гармонисты, они все такие вот, как правило, оторви да брось, способные на все Если талантливый гармонист, он может так отчебучить И пошлостью не покажется, да? Да? Юмор всегда воспринимается юмором Я знаю, у тебя много песен, вот, да Шутливую какую-нибудь знаешь Шутливую песню Что-нибудь такое вот Да, хочется повторить песню, попробовать Вот буквально я ее даже на днях просто выучил, как будто даже специально, прям к передаче С уральских пельменей Песня называется «Про мужиков» Ой, хорошая песня Потому что я знаю много Веселая песня Мужиков много поют песни, Нина Алексеевна про мужиков Да Как она там 7 раз замужем была У нее тоже веселая Нина Алексеевна, это Марченко из «Ветки сирени» Да, принимает же хорошо такие песни шуточные Ну, а эта песня, в принципе, она прошла по телевизору и как бы пользуется таким Ну, так давай споем Попробуем Как хорошо быть мужиком Не надо ноги брить станком И волосинки выдирать Потом ладошкой проверять Как хорошо быть мужиком Не надо убирать весь дом Тебе не надо окна мыть Зачем вообще их надо мыть? Детей не надо нам рожать Мы можем только обмывать Мы обмываем месяцы Своих, а также не чужих Плевать мужчинам на вопрос О ломких кончиках волос И очереди в туалет У мужиков, представьте, нет Мужиком быть просто класс Мало мужиков сейчас В наше время особый шип Если мужик, мужик Как хорошо всю жизнь уметь С двух рюмок сразу не принять Потом всем мозг не выносить Как хорошо мужчиной быть После шести ты можешь есть Хоть с ветер вылазишь ты не весь Висят бока, висит живот Зато не надо красить рот Мужиком быть просто класс Мало мужиков сейчас В наше время особый шип Если мужик, мужик Сушить не надо волоса И собираться два часа На полный шкаф вещей глядеть Туда, где нечего одеть На трассе, коль припрет нужда То это вовсе не беда Ты можешь встать у колеса И стой там хоть и полчаса Мужиком быть просто класс Мало мужиков сейчас В наше время особый шип Если мужик, мужик В наше время особый шип Если мужик, мужик Ну я думаю, зрители не обидятся Вот в самом начале я сказал, что настоящий русский парень Вот теперь я беру вот эти слова назад А говорю, вот это с нами настоящий русский мужик Спасибо Эдуард, у тебя, я знаю, есть дочка А у меня есть такая вот мечта Выводить на сцену детей гармонистов Внуков, правнуков Ну дай бог тебе здоровья, чтобы у тебя все это получилось Дочка уже музыкальный человек Геннадий Иванович, я вас поправлю У меня даже две их дочки Вот как? Ну я не в курсе Еще жена есть Ну, тоже Значит, жена поет Поет, но все дома поет Все дома Хорошо, хорошо А дочка? А то, что касается самой младшей Я в свое время еще Виталию Брамовичу говорил обязательно Что лет пять будет Мы обязательно с дочкой выйдем на сцену А петь я ей начал, вы не поверите У меня жена только стала беременная Я уже ей начал петь То есть она в животике слушала уже папу И до сих пор слушает Развиваю, как говорится, в ней музыкальный талант Да-да-да-да Сам возрождение, можно сказать Не откладывай, Эдуард Должны увидеть ее на сцене В ближайшее время Вот Геннадий Иванович, это ему пример Он своего внука Ивана Он на баянчике занимается Первый класс музыкальной школы Нам два годика только еще Ну давай год еще дадим мы тебе Да Ну мы уже песенки знаем, новогодние песенки Стишков много знаем Разговаривать начала рано Пошла тоже рано Так что, я думаю, запоем Правильно, будем ждать Берем репертуар А мне хотелось бы передать привет Я, так как С города Катафа Ивановска Славного город Было когда-то очень много гармонистов Может быть и сейчас есть Но ведь у нас такие гармонисты Которые поют только дома Боятся показать сами себя Нигде не видно их Может быть и много Да, стесняются Может быть и много Так что, хотелось бы сказать Что не бойтесь Выходите в свет Пойте Людям это нравится Люди хотят слушать гармонию Гармонь всегда жива И будет жить Я так считаю Ну и всем родственникам с вами, конечно, привет За поддержку Ну и жене своей спасибо Потому что она всегда со мной Я так ее и называл всегда Я говорю, Санчо-Панчо Куда бы я ни шел На какой бы на концерт Ну на свадьбу, конечно, не беру Ну конечно Ну там Это вы понимаете Вообще-то можно было брать Она бы покушала вкусно Ну я же сюда работать иду В конце концов А не кушать Понятно Ну вообще Я должен сказать Большое спасибо тебе, Эдуард За то, что ты у нас в гостях Вот за такие Большие километры приехал к нам Это все так непросто Потому что человек-то рабочий Я понимаю Внимательно относишься И к труду К своему, к работе Не пропускаешь Рабочих часов, так сказать Мы очень рады были тебя видеть, конечно Очень рады Сегодня мы встретились С очень интересным человеком Гармонистом Эдуардом Мобуховым Вы пишите нам письма Нам очень интересно И полезно их читать Адрес очень простой 454-113 Город Челябинск Площадь революции 4 Программа Искры Камина Вот и зацвели сады яшневые Вот и возвратилась к нам весна И влюбился без сознания снова я В этот раз, быть может, навсегда Ароматом завлекает сладостным Заставляет сердце биться вновь На душе от этого так радостна Вот такая вот она любовь Вишневый сад Вишневый сад во всей красе Признался я в любви тебе Вишневый сад светит лишь раз Теперь цветет он лишь для нас Каждая минута драгоценная Счастье нам даровано судьбой И при встрече И при встрече ты была несмелая Как же Вишневый сад во всей красе Признался я Ой, в любви тебе Вишневый сад Цветет лишь раз Теперь цветет Он лишь для нас До рассвета звезды освещались А потом по утренней рассе Возвращались радостные мы назад Как же Вишневый сад Как же Вишневый сад во всей красе Признался я В любви тебе Вишневый сад Цветет лишь раз Теперь цветет Он лишь для нас Вишневый сад Во всей красе Признался я Ой, в любви тебе Вишневый сад Вишневый сад Цветет лишь раз Теперь цветет Он лишь для нас Теперь цветет Он лишь для нас Спасибо 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо 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 Спасибо